Великого Поста Великое Повечерие с Великим Покаянным Каноном выстроено очень красиво и сильно даже чисто драматургически. Канон, как ни странно, выполняет функцию завязки этой драмы, а кульминация происходит в тропарях. Развязка же звучит во вседневном словословии, тропарях Господи Сил Слами Буди и, наконец, молитве Ефрема Сирина. С утренней четверга, пятая неделя Великого Поста, в народе именуемой Марийным Стоянием или Стоянием Марии Египетской, ситуация совершенно другая. Богослужение длинное, тяжелое, трудно воспринимаемое на слух, а по книжке следить в сумерках еще тяжелее. Тем не менее, искушение сбежать с этого богослужения надо гнать метлой. Не потому, что пропускать Великопостное богослужение неблагочестиво, а потому, что некорректно Мрии Настояние – величайшая педагогическая поэма всех времен, которая каждый год воспитывает в нас все то, для чего вообще существует Великий Пост. Субтитры создавал DimaTorzok 17 марта 790 года в Константинополе случилось землетрясение. Это событие было столь значимо, что попало в месяцы слов Константинополя. В типиконе Великой Церкви 17 марта указана особая паремия до шестого часа и специальные чтения для литургии преждеосвященных даров – прокимены, паремии, апостол и Евангелие. При этом специальные прокимены и паремии 17 марта читались вместо рядовых чтений. Если учесть, что в типиконе Великой Церкви только 4 дня в марте имели особое чтение, кроме памяти землетрясения 17 марта, это почетной особенностью обладают праздники 40 мучеников севастийских, святителя Фомы Константинопольского 22 марта и Благовещения Пресвятой Богородицы. Становится понятно, что память землетрясения была значимым днем в месяце слове. Во время этого землетрясения монахини Монастыря Святого Потапия в Константинополе вышли на площадь, боясь быть погребенными под обломками, и стали читать этот покаянный канон. Этот прецедент повлиял на то, что впоследствии Великий Канон стал ассоциироваться с памятью о землетрясении, и потому его церковное употребление в первую очередь было соответственно с тем днем, когда имело место богослужебное воспоминание землетрясения. Возможно, что и чтение Великого Канона сначала было закреплено за постоянные даты 17 марта. Действительно, Великий Канон как постоянное произведение, образец покаяния, был оптимальным богослужебным текстом для такой памяти. Землетрясение в библейском и христианском мировоззрении всегда воспринимается как суд Божий над грешным народом. Поэтому и естественная реакция на это событие – покаяние. Сначала память землетрясения блуждала по триаде, выпадая на ее разные дни. Впоследствии по причине неудобства такой ситуации было принято решение загребить службу Великого Канона за определенным днем триаде. Этим днем был выбран четверг V-7 и произошло это во второй половине IX века. Впрочем, стабилизация Дня Великого Канона произошла позже, в IX-XI веках. Канон еще читали в разные дни поста. Почему? Одной из причин, вероятно, стало то обстоятельство, что на вечерний четверг в качестве паремии читается фрагмент о гибели Содома. В связи с этим, на этот день была определена память о другом бедствии, испосланном Богом – землетрясении. Начиная с XI века, в службу четверга V-7 стали добавлять житие и тропари в честь преподобной Марии. Интересно, что в студийско-алексиевском типиконе, 1030-е годы, отсутствует и житие и тропари Канона преподобной Марии. Однако в эвергетитском типиконе, конец XI – начало XII века, уже указано и то, и другое. Считается, что привычным было добавление жития, которое связано с Каноном идейно. Преподобная Мария в своей жизни явила тот идеал подлинного и глубокого покаяния, который предначертан святым Андреем в его Каноне. Вслед за житием стали присоединять и тропари Канона. Интересно, что эти тропари – особый комплекс молитвословий. Они имеют свой окрастих и отличаются от тропари других двух дней, когда совершается память преподобной Марии. Минейного Канона 1 апреля и Канона недели 5 Великого Поста. При этом свое нынешнее место тропари преподобной Марии заняли далеко не сразу. Типикон Эвергетитского монастыря предписывает читать Канон Марии не вместе с Великим Каноном, а на Панихиде, причем назначается даже другой Канон 6-го Гласса, составленный преподобным Симеоном Метафрастом. Более того, даже в некоторых рукописях 14-го века эти тропари отсутствуют. В старопечатных триадях тропарей преподобной нет во второй Песне Канона. Чтение жития преподобной Марии Египетской, запоминающаяся особенность этого богослужения. Более того, это единственное уставное чтение из всей совокупности положенных в уставе различных житий и толковых чтений, которое сохранилось в нашей приходской практике. Учитывая продолжительность службы, то обстоятельства, что Великий Канон слушается стоя. Служба названа стоянием, а по причине чтения жития преподобной Марии – Марийным стоянием. Это название не употребляется в богослужебных книгах, оно исключительно обиходное, разговорное. Впрочем, в 21-м веке оно стало столь популярным, что проникло даже в литургическую литературу. Название Марии «Настояние» богослужение получило из-за своей продолжительности, поскольку в среду вечером полностью прочитывается Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского вместе с житием преподобной Марии Египетской как образец духовного перерождения через пост и молитву. Церковь всегда предлагает нам образцы покаяния с тем, чтобы мы видели, как человек, движимый силой покаяния, достигает неба. Часто люди, пришедшие в церковь после насыщенной разными событиями жизни, переживают, хватит ли у них сил для исправления, поможет ли им Господь в борьбе со страстями. Ведь враг рода человеческого любит вселять помыслы маловерия, малодушия, отсутствие надежды на Спасителя. Вот поэтому не случайно преподобная Мария Египетская воспоминается сразу после воскресения, посвященного преподобному Иоанну Лествичнику, изложившему правила духовной жизни, следуя которым человек, как бы восходя по ступенькам, может достичь Царствия Божия. Из-за чтения Великого Покаянного Канона эта служба длится дольше обычного, но в благослужебном году есть службы, которые могут поспорить с мариинным стоянием по длине, например, и некоторые службы Страстной Седмицы. По благочестивой традиции, во время чтения Великого Канона принято совершать земной поклон в начале каждого тропаря. Следовательно, количество поклонов составляет 250. Это нелегко. Но несмотря на это, большинство верующих стараются совершить такой нелегкий подвиг. Количество поклонов всегда должно определиться соразмерно духовным и интересным силам человека. Нам следует помнить, что Господь смотрит прежде всего на сердце человека, а не на его физическую подготовку. Поэтому важным является не количество положенных поклонов, а наш молитвенный настрой. Святые отцы всегда говорят о том, что лучше пару слов в уме сказать Богу, чем совершить тысячу поклонов, думая при этом о ногах. Субтитры подогнал «Симон»